Всем привет, дорогие друзья! С вами снова это Ната Спейс. Добро пожаловать на мой канал. По многочисленным просьбам моих подписчиков я все-таки решился снять очередное видео, затрагивающее рубрику настольной игры Magic the Gathering, либо же по простому МТГ по-народному. И дабы разнообразить свой канал, я делаю такое видео, в котором мы с моим дедушкой будем играть, сражаться, это выявлять, кто же из нас все-таки лучше маг, кто из нас более мастеровой в использовании заклинаний, касте существ и многом другом. Сперва хотелось бы пройтись по колодам, которые здесь имеются. Во-первых, моя, вот такая вот колода, она по большей части для формата Commander, но она может использоваться в любых. У нас тут не Commander, а формат игры Modern. Естественно, карты не для каких-то суперсложных, многоуровневых матчей или битв на каких-то турнирах за призы. У нас здесь свои колоды для такой интересной игры со всевозможными механиками. У меня колода на 100 карт. Опять же, здесь все карты, они легальные и в Modern, и в Commander. Ну, по большей части, она, конечно, для Commander собиралась, но может играть и в Modern. В принципе, правила можно немножечко даже варьировать, альтернативные делать в домашних условиях. Также у меня тут мой коврик, мой друг, с вот таким вот некротическим драконом. На него, вроде бы, я его показывал всегда, когда в МТГ играл. И в такой вот коробочке у меня хранится моя магическая колода. У дедушки же моего все гораздо разнообразнее, как вы можете видеть. У него целые три колоды. Все они вот в таких вот красивых протекторах. Каждая из них играет уникально, использует различные способности существ. Многие карты у него тут есть и черные, и красные. Ну, в основном он любит древоспинного топтуна. Зеленую карту он ей любит играть. Она ей жизни пополняет и многое другое. Вот, так что у него такие вот карты. Самая мощная у него колода, по-моему, в этих, да, протекторах? Да. Вот в этих протекторах с драконами у него самая вот, что ни на есть, колода суперская. Она дешевая, но при этом работает, как я не знаю что. Я даже не знаю, как он умудрился ее собрать. Вот, ну, карты я ему заказывал. И вот эта колода, которую я ему подарил, в синих протекторах. Тут у нас черные существа, синие, красные даже вроде бы есть. Ну, не знаю, эта колода больше такая на всяких страшных существах. Вот, крадущие души, существо ужас. Вот, ну, сегодня посмотрим, как у нас пойдет. Также вот такие вот кубики красивые. Ну, и тут еще другие карточки. Да, тут очень много карт. С этих карт я сделал три колоды рабочие. Можно тут еще собрать две колоды. Как вы видите, разнообразие очень большое. Здесь, здесь, здесь. Можно, можно собрать играющие карты. Ну, пока работаем тремя колодами. Там посмотрим. Да, так что будем начинать. У нас по старту 20 жизней идет. На кубике все это отмечено. Также это, данное видео, будет, думаю, полезным новичкам. Мы, конечно, не будем проходиться по правилам. Но, как бы, примерно, как играется вот такая вот обычная игра в Magic the Gathering, вы, думаю, увидите. Возможно, если наберется большое количество комментариев, я сниму полноценный обзор на свою колоду. Как-никак, в ней много редких карт, даже эксклюзивных. Вот. Я ее немножко пересобрал, потому что она не сильно играла, ибо я в нее просто запихнул все свои самые любимые существа, ангелы, драконы, там все в этом духе. Ну, посмотрим, что я смогу сделать со своим дедушкой, у которого колода, так сказать, маленькая да ударенькая. Ну что, начинаем? Начинаем. Начинаем. Кто ходит первым, мы обычно определяем, кидая на морского, да? Да. Конечно, есть версия, то, что кидаешь кубики, у кого типа больше, тот и ходит, но... Давай. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Он ходит. Ну что, раз, два. Вначале берем 7 карт, затем пополняем это количество. Раз, два, три. Так, ну ты же поставь кубики жизни, ничего что так. Двадцаточка. Это дополнительный, дабы отсчитывать, я не знаю, ставить каунтеры на артефакт, там и существа всякое в этом духе. Ну что, я беру 7 карт. Я выставляю землю, первая земля, острова. И все? И все. Хорошо. У меня рука, давайте я вам покажу, что у меня в руке. Вот такая вот у меня рука попала, 7 карт. Одно мгновенное заклинание, даже два. Существо дракон. Также у нас вот тут еще одно магическое заклинание. И три земли. Вообще, самая лучшая рука, как по мне, какая может выпасть, это 3-4 земли. И тут несколько существ, пару заклинаний для начала игры. Это самое важное. Также предупрежду, это видео будет довольно долгое. Оно именно для фанатов. Надо будет его прорывать, потому что, чтобы было более интересно. Ну да, какие-то самые запоминающиеся моменты. Ну, наверное, первую карту я выставляю, это тоже остров. У меня, между прочим, полноформатная, вот такая красивая карточка. Выставляем. Напоминает Берсерк. Так, я беру карту. Земля. Выставляю вторую землю. У меня две земли. У меня две земли. И я могу выставить за две маны Слепящий дрон, существо Эльдрази Дрон. 1-3. Эльдрази Дрон. Эльдрази вообще очень такие универсальные существа. За две маны выходят и сразу может натворить дел. Беру карту. Отлично. У меня, можно сказать, тоже фортуна улыбнулась. Выставляю второй остров и выставляю сразу же на поле битвы Релл Райт. Существо Мак Велдекан. Выбираю тип земли. И когда я выбираю этот тип, те земли, которые под моим контролем, они имеют другой еще тип добавленный. То есть, если у меня, допустим, два острова, я выбираю тип земля-равнина. То это по факту у меня и остров, и равнина. То есть, я могу ими играть как островом, как равнины. Это не значит, что у меня четыре земли. Так что да, я выбираю равнины, то есть белую ману для этого. Вот так что могу ими играть как белой маной. Ходи. Так, беру карту, беру карту, беру карту. Так, выставляем землю. Выставляем землю. У меня три земли. И я могу уже что-то сыграть. Очень серьезное. Да, за две маны. За две маны. За одну бесцветную и одну землю-долину я выставляю существо эльф-механик. Это кователь панцирей. Он получает плюс две, плюс две. Пока я контролирую не меньше трех артефактов. А сейчас пока он имеет силу 2-2. И я атакую существом эльдразидрон. 1-3. 1-3. Я принимаю, потому что не хочу, чтобы мой маг умирал. Вот, у меня 19 жизней. Беру карту, земля, выставляю. У меня три земли. Так, и смотрим, что я могу сделать. Ну, я могу, конечно, одну вещь сделать, но это, в принципе, мне пока что не надо. Поэтому я пропускаю. Ну, не пропускаю, а тебе приду. Так, я беру карту, земля. У меня четыре земли. Я за четыре земли выставляю артефакт. Упорядоченная сеть дронов. Когда артефакт этот выходит на поле битвы, он изгоняет все существа силой 5 и больше. Так, а смысл не надо? У меня нету сил 5 и больше. У меня 1-1. 1-1. Так что, видите, это не играет. Нету смысла. У меня 1-1 существует, он никого не изгонит. Да, нету смысла тогда его заставлять. Тогда мне нечего заставлять, потому что у меня, как всегда, Эльдрази на 8 земель, 1 и 2, поэтому они пока не играют. У меня только четыре земли. Значит, я атакую тем, что у меня есть. Существо Эльдрази дрон 1-3. Минус 3. И существо Эльф-Механик 2-2. Все, принял. Общая сумма 3-5. Да, принял, значит, 17 у меня осталось. Ладно, беру карту. Как 17? 17. Ты мне 3 ударил. Ну, 3, а до этого я же 1 ударил. Все, 16. Еще меньше. Ты прократи. Ну, так... Правильно играй, давай. Так, я выставляю землю. Землю я выставляю равнину. Вот, у меня 4 маны. Хорошо. Пора использовать способность моего мага. Все эти земли еще равнины. Можно их сыграть как равнину. То есть, допустим, это у меня болото, но я играю как равнину. Маг, как говорится, помогает. Используем мгновенное заклинание за 4 маны. У меня, благо, все они есть. Вы получаете 7 жизней. Это у нас милосердие ангела. Вообще, комманд карта. И за М13, но она довольно полезна. Получаю 7 жизней. Видишь, как хорошо, дедушка? А вы-то думали, что я так прост. Я беру карту, выставляю землю. Итого у меня 5 земель, 5 ман. Смотрим, что мы можем сделать. Здесь можем сделать мэр. На 5 ман у меня есть Арадарский экспресс. Артефакт машина. Угроза 8, 6. Да, но это же артефактное существо. Да, да. Экипаж 4. Поверните любое количество существ под вашим контролем с суммарной силой 4 или более. Ну, по очереди, а нету никаких существ. Так что это просто пока он выходит. Пока он выходит у меня, да. Артефактное существо сразу не играет. Нужно поворачивать ваших других, чтобы они не играли, дабы ударило одно мощное. Так, ну что? Ну, я атакую, я продолжаю. Минус 3, хорошо, убрал. 20 осталось. Продолжаю атаковать. Так, беру карту. Вот такое, конечно. Ладно, земля. 5 земель. 5 же это довольно неплохо. Окей, что я делаю? Так, это так и включат. А, у меня нет огненной, да, получается. У меня нету гор. Из-за этого я не могу вывести такое хорошее существо. Если бы я, конечно, сделал тут немножко другую вещь. Так, вернуть существо. Но это не пойдет. Ладно, пока что, пока что сижу. Кажется, ничего не могу такого. Есть. Беру карту. Отлично, земля. Выставляю. Сколько островов? У меня 6 островов. У меня 4 острова. И одна равнина. И, может быть, равнина. И земля. Я имею в виду болото. Лес. Лес, да. Так, 6 у меня ман. Смотрим, что мы сделаем. Что мы можем, что у меня здесь есть. Да, у меня есть свинкс-магоси. На 6 ман. Из них 3 простые земли и 3 острова. А у меня 4 острова. Так, существо финкс. Свинкс 6. 6 полет. Я его выставляю сейчас. А тебе хватает? 6 ман. Да. У тебя есть. У меня как раз 6 ман. Видите, какая колода? Вот, казалось бы, простые карты. Да. И я могу от тебя артефактом? Нет. Те же повернуть надо. Оно же только вышло. У меня уже болезнь выхода. По-моему, нельзя. Ну, тогда я атакую. То, что у меня есть. Существо. Минус 3. Дрон 1.3. И существо. Эльф-механик 2.2. Итого 3 жизни. 17. Вернулись к тому, чему начали. Так, карта. А вот это уже хорошо, друзья. Ходячая баллиста. Артефактное существо. Конструкция. Так. Х плюс 1 плюс 1. Супер. Значит, у меня 5. Вы можете видеть, на этой карточке написано. По-моему, покажу, потому что интересно. Вот артефактное существо. Рарочка такая вот. И пишется то, что баллиста выходит на поле боя с Х плюс 1 плюс 1 каунтеров на нем. То есть, Х это значит, сколько маны вы хотите, столько и платите. Плачу 1 ману, плюс 1 плюс 1 получаю. Ну, так это, по-моему, и работает. Соответственно, у меня 5 ман. Я плачу все 5 ман за выход этого существа. Оно 0-0 по дефолту. Но плачу 5 ман. Получаю 5-5 существо. Поэтому оно выходит с каунтером 5-5. Вся мана у меня уходит. Кстати говоря, ману надо поворачивать, когда вы ее использовали, дабы ваш противник, игрок, знал, что вы какую ману использовали, какую нет. Ман разворачивается в следующем ходу. Но мы этим не особо пользуемся, потому что... Неправильно делаем. Ну, мы неправильно делаем. Просто тут пока маны мало, мы все понимаем, что мы тратим, что не тратим, поэтому мы ее не переворачиваем. Ну, вот я перевернул, дабы вам было понятно. Когда мана становится больше, прямо вот все это пространство забито маной, с землями, тогда уже, ну, есть такой больший смысл их так подсчитывать. Потому что тут пока все понятно, на что идет растрата. Ну, давай, ходи. Моя баллиста вышла на поле боя, я доволен. Есть хоть чем-то, чем я могу блокировать. Так, у тебя 5 и более есть, нету, да? Есть 5 и более. Вот 5 есть, да, хорошо есть. Так, я беру карту. Так, карта интересная. Карта благословения Капеллана. За одну ману я получаю 5 жизней. Нормально. За одну? За одну ману я получаю 5 жизней. Да, это волшебство. Итого 20, 25. Идет на кладбище. Первая карта на кладбище. Первая карта на кладбище. 25. Дальше я использовал только одну ману. У меня еще осталось... Ну, ты поверни, дабы. ...5 ман осталось. И за 4 мана я вывожу упорядочную сеть эрдров. Эдров, артефакт. Когда он выходит, то я изгоняю из поля существа силой 5 и более. Так, идет возгнание. И твое тоже идет возгнание. 6-6, оно силой 5 и больше. Так что оно тоже идет возгнание. Это возгнание. Вот, ты вывел на поле боя. Это артефакт. Все понятно. Значит, мне нужно изгонение артефактов, чтобы его уничтожить. Ну, тогда вернется и его существо. Так, ну и, естественно, я наношу... Короче, минус 3, опять у меня минус 3. Опять минус 3. Хорошо, а когда у меня этот самый артефакт сыграет? Так у тебя же нету силой там больше, чем что-то там. Что-то ты мне опять 3 ударил. Опять 3, да. Хорошо. Там нужно силой 4 или больше, или 5. Да, 4 или больше. Так, мана разворачивается. Мой ход теперь. И я могу взять карту. Это земля. Не сильно нужная правда. Ну, видите, как бывает. Пятицветка как-никак. И она накладывает некоторые вот такие сложенения. Так, ну, давайте я даже не знаю использовать это. Ну, я неправильно сделал. Я надо было, конечно, не изгонять. Не надо было? Ну, да, ну понятно. Уже сыграли. 6-6. Надо было просто нанести тебе урон. Ну, ладно. Так, и пока я могу еще принимать урон. Так что, да, передаю ход. Тут пока мне нечем играть особо. Дракона не могу вывести. Карту, поворачиваю эту землю. Вывожу землю. Итого у меня 3, 6, 7 земель. 7 земель. А у меня, значит, 2 существа. 2 эльдрази. На 8 земель. На 8 ман. А у меня только 7. Поэтому эти карты у меня 2 не играют. И я делаю, опять же, атаку. Ну, минус 3. Я опять 11 ставлю. Так, беру карту. Ну, пожалуйста. Вроде это даже можно использовать. Нет, да? Да, можно. Ах. Так, вариксы знаменитых учеников. Плохо дело, плохо дело. Нет смысла использовать сейчас карту эту. Но, боюсь, если я это не сделаю, то будет еще хуже. Еще хуже, можно сказать. Ключер за киншол. Вот опять же, для этого заклинания нужно больше существ. Я получил всего одну жизнь, если его сейчас использую. Ну, я не знаю даже. Ему одна мана, он говорит эльдрази. Это для меня очень плохо. Да, эльдрази у меня силой 8-9. Да, давайте. Я даже не знаю, ждать, не ждать, еще не знаю. Потому что могу дождаться, и уже как бы все будет. Так, сколько это? Две. У него существо 2-2. Ну, конечно, дамажит нехило. Ладно, за 2 маны использую мгновенное заклинание. Верните существо или заклинание в руку во владельце. Возвращаю этого чувака, он мне надоел, в руку. Так что, если он захочет вывести, придется опять платить ману. Ну и все. Как бы вот я походил. У меня в руке еще есть одно заклинание очень хорошее, которое может ему очень повредить, навредить. Ну, уходи. Так, беру карту, мне бы землю надо. К сожалению, артефакт машина. 4-3. Так, и это артефакт машина. Дает мне возможность экипаж 1. Поверните любое количество существ под вашим контролем. Суммарно силы 1 и более. Эта машина становится артефактным существом до конца хода. Так, я вывожу за 2 маны, возвращаю свое существо. Да, подожди, оно же в изгнании. Как ты его возвращаешь? Из изгнания нельзя? А, из изгнания. Изгни из изгнания, да. На кладбище у тебя волшебство не может. Волшебство не могу, да. Так что да. Ну, и тогда, что атакую, то что есть у меня. 1-1, да. Хорошо, 10 оставил. Урона я получаю много, моя колода медленно так играет. Так, ну вот, вышел уже нормальный парень. О, вот, отлично. Индулгент Торментор. Существо-демон. Дамы и господа, полет 5-3. В начале вашего шага поддержки, то есть, когда я беру карту, вы берете карту еще одну типа, если только ваш оппонент не принесет жертву существо или не заплатит 3 своей жизни. Вот это я понимаю, вот это да. Вывожу индульгентного Торментора, ну, это надо быть глупцом, чтобы его не вывести. Красавелла потратил на него, одна мана осталась, ну, и я уже ни на что не могу потратить. Вот, так что у него полет, смогу уже наконец-то атаковать своим демоном и брать еще одну карту, если дедушка не принесет жертву. Существо-демон заплатит 3 жизни. Ну, все, твой ход? Ну, я существо. Так, подожди, не сейчас, потом. А, потом. Мой ход следующий. Так, отлично. Земля. О, сейчас будет. 3, 5, 8 земель. Да. И я вывожу. Надо было подождать. Эльдрази, опустошитель, существо Эльдрази, пробивной удар, 8, 9. У тебя их 2? Мне их 2. Следующим разом мы еще один выведем и вам. Извините меня, гоплык. Так, все. И атакую. Да, опять одну жизнь. Да, еще опять одну жизнь. Так, ты приносишь в жертву существо или платишь 3 жизни, чтобы я не взял вторую карту? Или нет? Нет, я вам 3 жизни, пожалуйста. Я 3 жизни, да. У меня 22. Ой, что у меня попалось. У меня 22 жизни. Да, мои господа, посмотрите. Одна из моих самых вообще лучших карт в колонии. Из Аманхета. Так, ладно. На нее нужно 8 ман. У меня столько нету. У меня столько нету. И вышел еще и Эльдрази, друзья. Вышел Эльдрази. Ну, один удар, а я даже не переживу. Нет, переживу. Та-та-ра-та-та-та. Что же мне делать? У тебя 9 жизней остались. Знаю. Так. У меня Эльдрази 8-9 и существо Эльдрази дрон 1-3. То есть у меня 9 ударов, я тебе могу нанести. 9 я могу нанести. Можешь, но я использую вот это. Значит, вы получаете Х жизни и берете Х карты. Где Х это столько существ, сколько вы контролируете. Короче, 2 жизни я получаю. У меня теперь 11. Это меня спасает. При этом я беру 2 карты. Раз. Обелиск Алара. Шикарная карта. И еще одна. Это земля. Слава тебе, Господи. Земля, наконец-то. Йохан и Бабай. Ну, артефакты я не могу вывести. Сейчас не могу. Все, я заюзал как бы. Да и атаковать мне смысла нет. Так что идет на кладбище мое это заклирание. Я беру карту. Мне это уже как бы не надо. Особо я так думаю. Я за 8 ман вывожу еще одного Эльдрази. 8-9. Болезнь выхода. Но у меня Эльдрази раньше выведен. Поэтому я атакую Эльдрази дрон. И существует Эльдрази. Итого. Короче, 9 мест носишь, да? 9 жизней, да. А я что значит делаю? 9 жизней? Хорошо. Блокирую вот этого твоего маленького своим магом. Он погибает. А хотя нет, стоп. Я не его блокирую. Че ж? У него же нет пробивного удара. У Эльдрази нет пробивного удара? Есть пробивного удара. Офигеть. Ладно, тогда блокирую вот этого чувака. Мой погибает. Ты мне сносишь 8 жизней. К сожалению, конечно. Так, 3 осталось. Вот. И все. Ход закончен. Мой ход. Я беру карту. Это заклинание. Ну, мне пофиг. А, стоп. Ты будешь платить 3 жизни или приносить в жертву существо, чтобы я не взял вторую карту? С удовольствием. Отдаю 3 жизни. Ладно. Итого у меня 19. Хорошо. Я могу себе это позволить, потому что у меня очень сильная карта. И сейчас буквально один ход, он решает все. Как ты сейчас? Да, ты прав. Он решает все. Поэтому я использую заклинание вихрь судьбы. Выберите одно. Уничтожьте всех драконов или уничтожьте всех не драконов. Уничтожаю всех существ, не являющихся драконом. Погибает мой демон, так как он не является драконом. Ну, и карты Эльдрази Дедушки, а также вот... А, Эльдрази погибает. Почему 2 сразу? Да. Я уничтожаю всех существ, не являющихся драконов на всем поле. Вот эта отличная карта чистит. Чистит стол от ненужных вам проблем. Cracks of fate. Все, я завязал. Уводи своих на кладбище, пожалуйста. И это меня спасает, друзья. Хорошо, что я все так рассчитал, иначе мне бы уже была... Ну, мягко говоря, гоплык мне бы был. Ну, и как бы твой ход. Ну, я на волоске от гибли. Ничего я не понял, ну ладно. Так. И что мне тут теперь? Мне теперь неинтересно. Мне теперь неинтересно. Так, я вывожу карту Каватель Панцири, существо Эльф Механик. 2-2. Отлично! Отлично, молодой человек. Смотрите, какая карта. Каватель Панцири получает 2 плюс 2, пока вы контролируете не менее трех артефактов. Раз, два, три. Да. 2 плюс 2 и 2 плюс 2. 4-4. А у вас сколько? Как ты не можешь отаковать болезнь? Не надо, пожалуйста. Все, выявил. Хорошо, выявил. Ну, так я выявил за 2 маны. У меня тут еще маны и маны. Сейчас мы еще что-то выведем. Подождите. Не надо. Мы еще что-то выведем. Ой, не надо. У меня еще одну ману я выведу такую, что тебе просто будет... Так. Так. Я буду выводить за две маны карту знаний. Чары. Аора. Зачаровать существо под вашим контролем. Когда карту знаний выходит на поле битвы, я беру карту. Опа. Так, отлично. Артефакт машина. Дредноут. Консульство. 7.11. Экипаж 6. Поверните любое количество существ под вашим контролем. Суммарно сила 6 и более. Эта машина становится артефактным существом до конца хода. Но у тебя нету сейчас существ? Нету существ 6 и более. Так? Сколько она маны? Одна? Одна. Да. Так что у тебя все такое дешевое? И я вывожу существо. Ты потратил 4-5 ман потратил. И вот еще у меня две маны. Да. У меня маны, смотри сколько. Я могу с тобой поделиться еще. Еще за две маны карта Друид Покрова. Существо. Друид Покрова. Друид. 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 Да. Маг такой. Лесной. Да. Один-треид. Специализируется на чарах, связанных с природой. И еще я добавляю в свою ману зелень. 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 Да пожалуйста. Все. Вот. Ох. Посмотрите. У меня нету на руках ничего. Взял карту. Если это... Я в любом случае сейчас должен выиграть. В любом случае. Вот что мне попалось, друзья. Золотой лотос. Ну. Сейчас не играй. Нормально. Не играй. Да. То есть ты меня атакуешь, оставляешь мне... Ничего это не случилось. Кошмар. Так. Друзья, подождите. Я могу спастись или нет? Если я не могу спастись, я не могу спастись. Это будет поражение стреском. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, я не спасусь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Даже если я выведу артефакт за 5 ман. Да? Нет. Вени Color. Так. Допустим, я трачу 5 ман. Вывожу. 3 маны добавляю. Получается 5 любого цвета. 5 любого цвета всего. А мне не хватает 1 маны. 5 любого цвета все равно мне не хватает. То есть это меня не спасает. Контрить никакие заклинания я не могу. Меня не спасает даже обелиск Алара. То есть мне просто... Опа. А ну-ка, могу я уничтожить артефакт? Твой, блядь, не могу. Ну, я, короче, за 6 ман выставляю артефакт. То есть 6 ман уходит. И если бы у меня была еще одна мана, меня бы спасло. Тут одна любая и одно солнышко. Вот это, равнина. Я бы повернул и получил 5 жизней. Но так я просто ее вывел как для красоты. А стоп, я карту взял? Да, я взял. И это лотос. То есть у тебя 2, 2, 1. Ну, прокомментируйте. У меня, значит, получается 8 жизней, 8 ман. Так, давай, комментируй, специалист, рассказывай. Как вышло? Я мог выйти из этой ситуации, но, как видите, одной мана не хватило, и все, и это уже все решает здесь. У дедушки же ситуация такова. Существо Эльфмеханик, 2, 2. Но если у меня есть 3 артефакта, то добавляется еще 2, 2. Так я никогда не ушел. То есть 4, 4 у меня сила появляется. Так, плюс... Плюс 1, 3. Существо плюс 1, 3. То есть у меня получается 5... Короче, 5 атака. 5, 7, да. 5 нормальной атакой. Даже если бы я повернул... А, ну у меня 8 было, я бы все равно выжил. Но у него еще артефакты, то есть для дальнейшей игры, если бы я хоть чуть продержался тут, он бы потом все равно за комбинированную стоимость существ, ну за их маны стоимости, ну точнее за их силу и выносливость, он бы повернул, развернул в бой свои вот эти легионы, консульства, радарские экспрессы. Все бы это пошло мне на таран, и я не знаю, чем бы я это все контрил. У меня карты на руке отличные, шикарные. Лотос, все что нужно. Вот этот вот аватар страданий. Но на них мне не хватает определенной маны. Вообще, что я решил насчет своей колоды? Наверное, она будет не 100 карт, не командор, просто такой легенький модерн на 60 карт. Потому что 100 карт всех пяти вариаций, то есть всех пяти земель, это, ну, не выгодно, как минимум, для такого формата. Для командора играет отлично. Но когда у вас 100 карт, и вы не знаете, что вам попадется, с какой вероятностью у вас будет земля или артефакт, вы это очень сложно предугадать. Особенно, когда у вас все существа. Вот, посмотрите на стоимость вот этого классного дракона. Он так красивый. Дух дракона легендарный. Ну, вот его монокост. Ну, и вы сразу понимаете, что это так легко вам с рук не сойдет. Так что, друзья, вот такая вот партия у нас вышла. Ну, прокомментирую то, что ты мои два Эльдраза 8-9. А, как я это сделал? Ну, да, как ты выявил. То есть, получается, были, если вы помните, в этой партии у дедушки два Эльдрази. Вот таких вот 8-9-8-9. Существа офигенные. Хоть и как бы карточки нередкие совершенно, но играют феноменально. Как я их выявил из строя? Ну, я думаю, все те, кто в МТГ прямо так прошарены, они уже поняли. Вот эта карта Cracks of Fate действует примерно так же, как и все вот эти Домнейшен и Ярости Господа. Но она у нас тут работает немножко иначе. Тут мы можем уничтожить всех драконов или всех, существенно, не являющихся драконами. Эльдрази от Недракона. По ним сразу видно. Посмотрите на этих существ. Напоминает тиранидов из Варахамера 40 тысяч. Вот. И, завязав эту обилку, я просто всех их вывел из строя. Конечно же, я уничтожил своих существ. Но так как у меня был один демон, я мог этим пожертвовать. Так что в тот момент я себя спас от Ярости Дедушки. Но, видите, спастись от Ярости Дедушки может только один раз в вашей партии, а все остальные разы вы будете уже все. Вот. Так что колоду я буду пересобирать. Но пересобирать как? Меньше. Меньше карт. Меньше карт, больше дела. Для командора так нельзя. Но так как я в этот формат вообще не играю. Я в него играл, когда там учился вот с одним человеком. Но сейчас как бы смысла нет. Вот. С Дедушкой мы играем в такой своего рода модерн. Почему в модерн? Потому что карточки из других сетов, из разных старых. И они мне как бы больше нравятся, чем современные, выпускающиеся в данный момент. Ну, как-то мне больше нравится вариативность. Вот. Мы все равно не играем на турнирах каких-то международных. Так что колода будет 60 карт. На нее, когда пересоберу обзор, сниму. Если наберется достаточно количество комментариев. Ну, а сейчас мы, наверное, еще раз сыграем. Я возьму другую колоду. Запишем, наверное, второе видео. Уже как бы две колоды на 60 карт. Как они себя покажут. Вот. И встретимся с вами в следующем ролике. Так как этот уже затянулся. Мы такую полную партию записали. Вот. И в том видео я, наверное, буду играть, ну, не знаю, духами. Там и Авацина может выйти на поле боя. Ангел Великий. У меня она тут тоже есть. Но она приходит очень редко. Вот. Смотрите. Какой тут еще дракончик. Тут вообще все мои любимые карты. Так что, друзья. Ну, и очень важно умело и вовремя хорошо крестировать, передасывать карты. Вот сейчас получается 8 земель. Их надо разместить так, чтобы они потом сыграли. Не все сразу, хотя бы через одну. Ну, поэтому я обычно делаю так. Одну землю, две карты любые. Опять одну землю, две карты любые. Где-то вот так вот. А потом делай в общую перетасовку. Тогда получается нормально. Или по одной. Ну, как-то вот так вот. Да, друзья. Так что всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам это видео понравилось. Показалось познавателен. Оставляйте свои комментарии, как вы играете в МТГ и с кем. Ну, а увидимся в следующем видео, в следующей баталии. До скорого.